В Казанском федеральном обсудили формирование единого для вузов Республики Татарстан плана антикоррупционной деятельности. В первую очередь туда войдут информационно-просветительские и агитационные мероприятия, квесты, брейн-ринги, квизы. Круглый стол прошел на базе Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета. В его работе приняли участие заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Татарстан, руководитель проектов Академии Творческой Молодежи Республики, руководитель Республиканской Молодежной Антикоррупционной Программы «Не дать, не взять» и представитель вузовского сообщества Татарстана. Основной вопрос повестки у нас это создание общего календаря, общего плана антикоррупционных мероприятий вузов. В календаре себя будет представлять цикл мероприятий каждого вуза, которые мы потом смонтируем в один общий, для общего удобства, для того, чтобы мы могли проще взаимодействовать друг с другом. В приветственном слове заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Татарстан подчеркнул актуальность профилактической деятельности в антикоррупционной сфере с учетом нововведений в законодательстве. Замминистра отметил, что в рамках реализации республиканской программы антикоррупционной политики на ближайшие годы реализуется молодежная антикоррупционная программа «Не дать, не взять». Такая программа уже начала активно работать. Только с июля по декабрь 2017 года было проведено 53 мероприятия с охватом 15 тысяч представителей молодежи из 18 муниципальных образований Республики Татарстан. Если, например, еще 5-6 лет назад, согласно социологическим исследованиям, у нас, так сказать, по мнению населения в сфере здравоохранения коррумпированность доходила до 50 с лишним процентов, то сейчас уже менее 40. Мы именно видим определенные результаты именно профилактики коррупционных проявлений. Когда встает вопрос о совершенствовании реализации антикоррупционных мер, то начинается работа как со студентами, их родителями, преподавателями, так и студентами, работающих в органах самоуправления, отметили организаторы встречи. В этой части спикеры отмечают определенную положительную тенденцию. Планируются определенные результаты именно благодаря профилактике коррупционных проявлений. Ведь наверняка не только уголовными делами можно получить положительный эффект. Аделья Шамилова, Ленардо Валетьяров, Невер Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова